SCP-1603. Убийство засекречено. Класс объекта безопасный. Особый слой содержания. Все свидетельства об убийстве засекречено. Имеющиеся в прессе и базе данных полиции должны быть изъяты и заменены ложной историей о том, что господин засекречено погиб в автокатастрофе. Весь персонал, задействованный в изъятии данных и распространении фиктивной истории, подлежит еженедельной обработке амнезиаком класса С в избежании риска получения психических травм. Посторонние лица, подвергшиеся эффекту SCP-1603, должны быть взяты под страшу и обработаны амнезиаком класса А. Описание. SCP-1603. Феномен, связанный с убийством нью-йоркского бизнесмена, засекречено. Начало с носки. Сокрытие имени жертвы успешно предотвращает эффект SCP-1603, конец носки, неизвестным злоумышленникам в 1983 году. Необычные свойства объекта заключаются в том, что любой человек, узнав причину смерти господина засекречено, становится убежден, что является его убийцей. Такие субъекты, как правило, пытаются сдаться правоохранительным органам в кратчайшие сроки. Кроме того, жертвы SCP-1603 обладают яркими воспоминаниями о совершении преступления и в некоторых случаях утверждают, что были лично знакомы с господином засекречено. До убийства причины расправы менялись от случая к случаю. Ниже приведен неполный список мотивов, описанных испытуемыми. Убийство было совершено на почве ревности. Убийство являлось местью господину засекречено за шантаж. Убийство произошло во время неудачной попытки ограбить господина засекречено. Убийство было совершено с целью заполучить жену господина засекречено. Убийство произошло во время неудачной сделки по продаже наркотиков. Субъект был одержим и преследовал господина засекречено, после чего убил его. Субъект получил заказ на убийство господина Засекречна. Во всех случаях, субъекты, ставшие жертвой SCP-1603, описывают места и людей, которые не имеют отношения к реально совершенному преступлению. Если субъект излагает неточную или неверную информацию, которая будет подкорректирована, его память незамедлительно адаптируется под полученные данные. В случаях, если субъект фактически не мог бы убить господина Засекречна, например, субъект на момент совершения убийства еще не родился на свет, находился слишком далеко от реального места преступления или не мог совершить его по состоянию здоровья, у него не появляется таких ярких и специфических воспоминаний, как у других субъектов, но все равно он будет чувствовать себя причастным к преступлению. SCP-1603 попал в поле зрения фонда после расследования местной полиции убийства господина Засекречна. Дело сразу зашло в тупик, так как все свидетели и сотрудники полиции, задействованные в расследовании, утверждали, что являются непосредственными участниками убийства. После крупномасштабной операции, проведенной агентами фонда, ситуацию удалось взять под контроль. Воспоминания об убийстве и последующем инциденте были стерты, а фиктивная история успешно внедрена. Интервью 16.03-1 Опрашивающий Доктор Засекречна Опрашиваемый Д. 29.122 Доктор Добрый вечер Д. Здрасте Доктор Итак, сейчас я покажу вам фото. Скажите, вы знаете этого мужчину? Доктор Засекречна Показывает фотографию господина Засекречна Д. Нет, не знаю Доктор Его имя Стив Дэвис Не знаете его? Д. Я же сказал, не знаю Доктор Ладно, теперь посмотрите на это фото и сообщите, если этот человек вам знаком Доктор Засекречна показывает Д. 29.122 Отрештушированное фото тела господина Засекречна Раны, нанесенные орудием убийства, замазаны Д. Д. Это тоже мужик, я его не знаю, ясно Доктор Вы знаете Стива Дэвиса? Д. Нет Доктор Засекречна Даёт Д. 29.122 Листок бумаги На котором написано имя господина Засекречна Не читай его Доктор А если я вам скажу, что его звали так Как здесь написано Вы его узнаёте? Д. 29.122 Начинает нервничать Д. Никогда не видел его, прости Доктор, вы уверены? Кажется, вы побледнели Д. Да, я уверен И со мной всё в порядке В порядке я Доктор Денон Я могу позвать кое-кого другого для проведения опроса Да ладно, это я То есть, я не хотел, чтобы так вышло Это был несчастный случай Не виноват, ясно Доктор, раз так, расскажите подробнее Д. Я и ещё один парень Фред Начал с носки Как упоминалось ранее Данная личность, скорее всего, выдумана Подопытным Конец носки Выносили вещички из того дома Владельцы, по идее, должны были быть в отпуске Но не были Я обернулся А этот мужик пёр на меня С безвольной битой и орал Чтобы вы метались Я даже ничего подумать не успел А просто Запаниковал и выстрелил в него Доктор Действительно Причиной смерти послужило Ножевое ранение Д. А я о чём? Он огрел меня битой Всё прекрасно Всё покрасило И я пырнул его несколько раз Я бы такого не сделал Я бы не Был не в своём уме Клянусь Доктор Ну что ж Спасибо Д29-122 На сегодня закончу Конец интервью Субтитры сделал DimaTorzok